Всем привет снова, здравствуйте, The Brush Семёрочка, погнали доделывать енота ракету. В этом ролике давайте разберёмся с анатомией немножко, даже не с анатомией, а с пропорциями. Вот такой вот у нас есть ракурс. Вы видите, что голова попадает, плечи попадают, а ноги чуть-чуть длиннее. Надо это всё дело чуть-чуть уменьшить. Давайте всё это дело замаскируем по поясу, вот так вот. Уберём ракурс, Shift-Z, переключимся на тело, и вот так всё это дело, Ctrl, замаскируем по поясу. Так, это есть такое дело. Теперь симметрию отключаем, ног жмём, и вот так вот это дело всё приподнимаем, вот так, чуть-чуть. Теперь переключаемся на лапы, и поднимаем лапы. Вот более-менее уже подкорректировала, всё пойдёт. Снимаем маску с тела, и здесь можно уже чуть-чуть выгладить. Потом сетку поменяем, это не проблема. Так, что теперь можно сделать? Давайте разберёмся с позой. Если нам вот эта поза подходит, то можно работать с ней. Но руки можно чуть-чуть опустить. Замаскируем руки, делаем Ctrl-I, и с помощью ротации, вот так всё это дело, давайте вниз опустим. И с помощью мов подведём, вот так вот. Всё прикольно, всё нормально. Снимаем маску, переключаемся на кисть. И вот эту пистель на ротации чуть-чуть вот так вот перекрутить, и с помощью мов подвести. Опять же, опять же смотрим по ракурсам, по бокам, со всех сторон осматриваем модель, чтобы нигде ничего не состыковалось неправильно. Так, всё, это дело есть. Теперь жмём геометрии и жмём модифитоползе мира N12. И также проделаем с телом. Геометрии, модифитоползе мира N12. Всё, вот такая будет поза у нашей ракеты. Следом, что нужно сделать? Немножко давайте уменьшим голову. Вот это, поработаем с головой. Переключимся на голову и немножко геометрии, сайз, и уменьшим чуть-чуть в размере. Вот где-то, ну, наверное, вот это маловато. Вот так вот. С помощью мов давайте немножко вот так вот подкорректируем. Вот уже ракета нормальна и по позе, и по внешнему виду. Так, теперь, следом, что делаем? Нам нужно сделать ему одежду. Одежду будем делать именно вот с этого тела. Экстрактом можно. Можно работать экстрактом, можно что-то здесь делать кистями. Давайте разберём самый простой вариант. Это вот поработаем немножко маскированием. Мофф топологи сразу кисть поставим. Немножко здесь подведём. Ну, вот, в принципе, уже нормально. Control-Shift, Trim-Rect. И вот так всё это дело удаляем. Вот. Оставляем вот это тело и немножко давайте его подкорректируем. Playbird работаем. Вот так вот. Здесь немножко подгладим. Интенсивность чуть-чуть можно убрать. И вот здесь вот немножко всё это заполнить. Вот так вот кое-где добавить. И с помощью Moff Topology немножко вот эти плечи сюда повытягивать. Опять же, Mirror and Well. Всё, заготовка нормальная. Всё пойдёт. Смотрим, что у нас тут с сеткой. Делаем всему этому Dynamesh. Добавляем Control-D Divide. И погнали уже делать надежды. Будем работать маской. Поближе ставим вот так вот модель. Чуть-чуть вот так вот боком. Control. Рисуем вот так. Рисуем вот так. Дорисовываем вот так по голени вниз. Здесь немножко делаем вот такой вот квадрат. Графсайз чуть-чуть уменьшаем. Делаем вот такую вот штуку. Ну и немножко вот так вот маской пройдёмся. Теперь всё это дело можно немножко подкорректировать. Кое-где подрисовать. Кое-где подчистить. Вот таким вот образом. Где-то сделать потоньше. Где-то закруглить. Где-то продлить. Это дело всё. Чуть-чуть можно сделать всё это потоньше. Вот таким вот образом. И теперь давайте сделаем пояс. Вот так вот его начертим приблизительно. Всё. Фиксация прошла. Делаем. 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 Делаем Ctrl-I. И назначаем поле группу. Ctrl-W. Смотрим, как всё отметилось. Всё нормально. Всё хорошо. Теперь делаем. Теперь делаем всему этому, опять же, mirror and well, geometry. Modify the portion, mirror and well. The lower, mirror and well. Что теперь можно сделать? Теперь давайте замаскируем вот эти части нижние. Вот так вот. Делаем Ctrl-I. Заходим, опять же, в деформацию. Делаем in flatten. Чуть-чуть побольше прибавляем. Так. Ctrl-Z. Опять жмём Ctrl-I. И назначаем Ctrl-W поле группу. Следом заходим, опять же, в geometry и mirror and well. Так. Всё. Это мы наметили. Ну, поработаем теперь, наверное, вот именно центральной частью. Маскируем вот до сюда. Вот так. По центрам старайтесь ровно попасть. Вот так вот. Следом делаем вот такую штуку. Потом делаем вот так вот. И делаем вот так вот. Делаем Ctrl-I. И вот так вот ещё отмаскируем. Ну, и всему этому опять же инфлакон делаем в деформации. Ctrl-I и назначаем поле группу. Ctrl-W. Так. Теперь самое интересное. Давайте графсайз чуть-чуть прибавим. И вот так всё это дело проведём. Продолжение следует... 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 И всё вот так вот замаскируем. Где вот рука, здесь можно не маскировать, а сделать мал-малу покрасивше. Так, теперь делаем вот такую штукенцию. И вот так всё это делая, закрашиваем. Так, следом, что нам нужно? Вот эту часть можно выгладить, вот так вот. И нарисуем здесь вот именно вот так вот, опуск. Вот таким вот образом. Всё прикольно, всё нормально. Подкорректируем те ремни. Вот так очистим их немножко. Вот так вот. И жмём Ctrl-I. И вот это всё дело теперь прибавляем опять же инфлаты нам. Вот так делаем побольше. И делаем всему этому релакс. Всё пойдёт, это мы потом подкорректируем, не беда. Жмём Ctrl-I и жмём Ctrl-W. Назначаем опять же полигруппу. Теперь геометрии. И опять же Miro and Well. Ну чё, следом, теперь давайте сделаем рюкзак. Его можно, конечно, отдельно вылепить, но можно и вот таким вот способом тоже нарисовать. Можно рисовать не две стороны, а одну. И вот так вот всё это, Ctrl-Alt. Конечно, мышкой было бы удобно. В смысле, планшетом. Но попробуем сделать так качественно более-менее. Вот что-то такое получилось. Жмём Ctrl-I. И здесь уже инфлаты нам не будем работать, а поработаем MOV. Вот так всё вытягиваем. И немножко можно ротации или вот так, или вот так вот. Вот так, скорее всего, сделаем. Ctrl-I и назначаем Ctrl-W полигруппу. И опять же Miro and Well. Так, рюкзак у нас намеченный. Давайте поработаем теперь сбоку вот этим. Здесь вот так вот нарисуем и вот так вот немножко преобразим. Делаем Ctrl-I. И опять же можно или инфлатаном, или уже с помощью MOV. Вот так чуть-чуть увести. Делаем Ctrl-I и делаем Ctrl-W полигруппу. Miro and Well. Так, с этим разобрались. Кое-где можно потом прибрать, убрать. Это не проблема. Так. Давайте теперь центральную часть вот эту рисуем. И вот так. И так. Продолжение следует... Продолжение следует... Следом вот сюда вот надо вставить круг. Берём маску круг и вот так вот её сюда вот так вот наносим. Делаем CTRL-I и делаем MOV. CTRL-Z. Маскируем часть, где на груди она вылезла и немножко уводим вглубь. Продолжение следует... CTRL-Z, CTRL-Z. CTRL-I и CTRL-W полигруппа. Смотрим, что у нас тут по полигруппам. Всё нормально. Всё прикольно. Так, следом... Что ещё можно сделать? Нам нужны вот эти лямки на... рюкзак. Сначала мы их немножко... С помощью мофта полуды здесь подкорректируем вот так вот. Чуть-чуть. Вот таким вот образом. Уменьшим Draft Size и давайте опять нарисуем. Вот так вот. Переключимся опять же на свободное рисование. Click Hand. И немножко вот так вот здесь сделаем лямку. Уменьшим Draft Size и дорисуем вот сюда уже ремень. Его можно, конечно, сделать и потом отдельно уже кистью. Ну, давайте порисуем уже до конца. Так, делаем Ctrl-I. Заходим в деформацию. Опять же, инфлатом. Вот чуть-чуть вот так. Делаем Ctrl-I. Назначаем Ctrl-W. Полигруппу. Опять же, можно поработать в геометре, используя... Так, пардон, в SubTool-ах. Используя Extract. Дублирование отключаем. Чуть-чуть делаем побольше. Это многовато. Чуть-чуть поменьше. Так, жмём Ацепт и переключаемся на модель. Так, вот эту часть Ctrl-W можно удалить. Заходим в геометрию, как всегда, Далхиден. И вот получилась у нас вот такая вот лямка. Теперь заходим в деформацию и немножко поработаем Polish. Вот так вот. Можно даже Shift-ом всё это дело сгладить. Вот так. Вот эту часть можно обрезать. И вот эту часть тоже можно обрезать. Так, что имеем? Давайте всему этому сделаем за РМС. Геометрия за РМС. Теперь немножко её подкорректируем с помощью Moff Topology. Вот таким вот образом. Смотрим, что да как. И прибавим немножко в деформации инфлаты на объёмы. Так, что-то в этом духе. Ну что, посмотрим теперь, как это всё выглядит. Включим все софтулы. Вот так вот. Эту часть можно уже здесь подкорректировать, подровнять, приподнять. Вот так вот. Сделать её помягче можно здесь. Чуть-чуть её выровнять. Вот таким вот образом. Потом где-то пролепить можно. И всё будет классно. Так. Делаем теперь геометрии Moff Topology Mirror and Well. И вот у нас получается вот такой вот ракета. Так, давайте ещё вставим сферу. Жмём Append. Жмём сферу. На неё переключаемся. Жмём Moff. И вот так вот всё это дело опускаем. И в геометре, сайзом всё это дело уменьшим. Вот так вот. Выровняем. И с помощью Moff вот это всё дело надо установить вот в этот паз. Вот таким вот образом. Так, следом, что ещё можно сделать? Можно сделать вот эти вот боковины. На них перейдём. Так, опять же на костюм. Не нужно. Отключаем. И вот здесь вот можно вот так вот ещё дорисовать. Делаем Ctrl-I. С помощью Moff вытягиваем вот так вот. И с помощью ротации немножко подкручиваем. И с помощью Moff опять же усаживаем назад. Вот что-то в таком духе. Ctrl-I и назначаем Ctrl-W. Вот так вот. Всё это потом можно будет пролепить, доделать, где-то поменять какие-то детали. Ну вот как шаблон. В принципе, неплохая заготовка. Делаем геометрии, модифитофор, миро, эндвелл. Вот так вот. Немножко доработаем штаны вот здесь вот так вот. Чуть-чуть всё это дело смягчим. И всё. В принципе, всё классно, всё зашибись. Можно здесь ремнитель добавить, где-то что-то доработать. Вот такая вот намётка получилась по костюму. Так, с помощью Moff Topology можно немножко ещё где-то вот так вот усадить. Где-то можно прибавить вот так вот, где-то вот так вот, где-то бочину вывести и где-то вот таким образом всё подкорректировать. Вот такой вариант, как наметать. Вот такой вариант есть, как сделать одежду ракете. Так что, в следующем видео будем всё это дело дорабатывать. Всё, всем пока, до свидания.